Девушки отдыхают Обратный эффект Те, кто вышли по закону Савченко, снова за решеткой Жадность погубила Какие пирамиды строил главный санитарный врач Украины Вот такие сегодня главные темы программы и темы недели Это подробности недели, я Дмитрий Ановченко, здравствуйте Ну начнем с того, о чем мы с вами всю неделю говорили На работе, в транспорте или дома, на кухне Громкие обвинения ими и запомнилась уходящая неделя И прокурора зоны АТО обвинили, мол, непосредством живет И главного санитарного врача страны арестовали Вот только когда мы с вами, узнав о происходящем из новостей Обсуждали это с коллегами или близкими Правда ведь задались и вопросом Это перемены, которых мы все так долго ждали? Или просто очередная кампания, которая громко начавшись Со временем просто утихнет? Этот вопрос я накануне эфира задал и премьер-министру страны Это его слова, сказанные в сердцах Позавчера на Кабмине мгновенно оказались в заголовках СМИ Мол, «Звыклы дуиды та обыраты, сядаты аж за годы забамы» Эмоциональное выступление Владимира Гройсмана Стало для нас поводом спросить премьера о том, что происходит Попросите в интервью, интервью первым для подробности недели Со времени его назначения Ну а значит, поговорили мы не только о коррупции Но и обо всем, что сегодня можно назвать темами номер один В плотном графике премьера полчаса для встречи с нами Договариваемся, что это будет неформальное интервью И для этого просто уходим из кабинета, где вечно звонят телефоны Чтобы поговорить о самом важном Тарифах, лекарствах, реформе таможни, громких арестах И итогах двухзарубежных визитов Самое главное, мое ощущение полягает в том, что доверия до Украины повернутся По первому визиту всегда судят о многом В какую столицу поехал политик? Как принимали, с кем встречался? Премьер Гройсман для первого визита выбрал Вашингтон Где больше часа проговорил с Джо Байденом Они познакомились, когда вице-президент приезжал в Киев Чтобы выступить в Верховной Раде Тогда Гройсман был спикером Теперь Байден встречал уже Гройсмана премьера Понятно, что речь шла и о Донбассе, и в Вашингтоне, и в Берлине Где Гройсман встречался уже с Меркель Общались напрямую, даже без переводчика Говорили по-русски, которым канцлер отлично владеет В окружении Меркель были удивлены Говорят, именно этот разговор с премьером Заставил ее изменить позицию И сделать заявление, которое потом растиражировало прессу Премьер признается, не раз слышал и от журналистов, и от депутатов Мол, от Украины в мире устали Но поговорив с ведущими мировыми политиками Он вернулся в Киев с другим ощущением В отношении к Украине есть неизменным Есть такой навязливый сейчас тренд Что от Украины втомились А может мы втомились не от Украины А может мы все втомились от России Яка пытается дестабилизировать ситуацию И в Украине, и в Европе, и в мире Есть определенный оптимизм в том, что Ситуация на самом деле изменится в лучший бек И пока что сейчас, на превеликий жаль, люди этого не ощущают О том, когда мы с вами все же почувствуем результаты этих непопулярных реформ Сколько ждать, я и спрашиваю премьер-министра страны И главное, о самой болезненной теме Очередном повышении тарифов Можу запевнити всех абсолютно Что вы не будете платить больше, чем 20-15% своего дохода А если у человека минимальная пенсия, то еще меньше этого дохода То есть это будет означать, что конкретному граждану Украины, у которого есть потреба Мы компенсируем через механизм субсидий Еще раз хочу подразделить Никто ничего, чтобы вы слышали, от маленького села до великого города Не нужно ничего бояться Платежка прийдет, будет записано Сколько это стоит? И порядок будет записано, соответственно, вашего дохода Сколько за вас, именно за вас заплатит государство? Пятничное заседание Кабмина выдалось громким Премьер пригрозил чиновникам тюрьмой за коррупцию Мол, сядете, аж загремит за вами Не хотите работать за зарплату, так не используйте госслужбу Увольтесь и занимайтесь бизнесом И у меня к премьеру только один вопрос Не окажется ли, что целая волна задержаний недели Просто очередная кампания, которая со временем утихнет? Это не кампания, это только начаток Я думаю, что это все будет очень сильно наращено Я верю в то, что сегодня новый генеральный прокурор Юрий Луценко Мает очень серьезные, амбитные планы Что до наведения порядка в державе Поэтому я уверен в том, что с каждым днем мы будем Видать и результаты борьбы, и задачи с коррупцией Раз уж мы заговорили о взятках, как не спросить Об одном из символов коррупции Таможни, где по подсчетам экспертов 50 миллиардов гривен каждый год уходит в тень Только представьте, 50 Премьер говорит, реформа начнется уже осенью И хочет, чтобы таможня изменилась так, как патрульная полиция Где уже и новые лица, и новые правила Абсолютно новые механизмы борьбы с контрабандой Будут запроваджены Мит на сотню, которые будут, мобильные группы, пращевать Я думаю, что сейчас даже говорят про то, что контрабандисты Мы это точно знаем Те, кто занимались там серыми схемами Они сейчас ждут, что начнется все изменится Я говорил, что сейчас хочу сказать Ничего не изменится То есть все, контрабанды в Украине не будет То есть мы будем бороться с этим Очень эффективно и системно Но еще одним испытанием для правительства Помимо поисков таблетки от коррупции Могут стать обычные таблетки Побороть фармацевтическую мафию Уже которой министр здравоохранения обещает А цены в аптеках по-прежнему зашкаливают И не потому, что лекарства так дорого стоят Цены на лики были абсолютно завышены За одния причина Потому что на лики была монополия в Украине Было 5-6 вирм Они никого не допускали Завести лики было только через них И только те, которые они считали необходимым Мы хотим, чтобы все видели Сколько таких же лекарств Коштуют в Польше, в Болгарии И в других странах И это даст возможность нам Сделать честные цены И кроме того, нам нужно Сделать целевые, прозорые программы Где мы могли бы Хронично хворим людям Дать эффективные лекарства По рецептам, по нормальным ценам И такая программа тоже будет создана Украинским урядом Приватизация, бюджет, выход экономики из тени С Владимиром Гройсманом я в итоге проговорил Куда больше времени, чем планировалось Премьер был откровенным Не уходил от вопросов Владимир Гройсман уже полтора месяца Как премьер-министр 82 дня О первых итогах работы Традиционно заговорят через 100 дней Но похоже, сам он эту дату проигнорирует Он не считает дни И не мыслит сроками Никаких отчетов Говорит, просто работать надо Ну и давайте подробнее поговорим о деле Которое премьер-министр упомянул в интервью Пообещав, что он обязательно дойдет до суда Задержание главного санитарного врача Украины За откаты Чиновник предложил подчиненным Главным санитарным врачам областей Начислить двойную премию Но они половину пообещали вернуть ему же Наличными В Измаиле в это время из-за инфекции Больницы были переполнены Но медикам было не до этого Только на зарплатной афере Они планировали отмыть 400 тысяч гривен Если только один из этот эпизод Бесхитростная, в общем-то, схема Должен был столько принести Ну, представьте себе А какие деньги крутились? Миллионы, сотни миллионов В итоге В 20 областях Украины Одновременно прошли 44 обыска Олег Режетняк Как раз об этом Киевская область Я не имею права никаких комментариев дать Черновцы Больницы сничные Суммы Чего вытекается из нас? Цунами обысков пронеслось по всей Украине 20 областей 44 офиса Санэпидемслужбы Но эпицентр этого цунами был в столице Главный санитарный врач Занимается не кишечной палочкой В Измаиле А чем он там должен заниматься? А занимается тем, что собрал всех врачей И сказал, значит так, деньги будете носить сюда Коррупционная пирамида, которую выстраивал главный санитарный врач Настолько банально, что поражает своей наглостью Святослав Протас собирал дань со своих подчиненных Деньги сли из низов к верхам Только один из 20 областных санитарных врачей отказался участвовать в схемах Святослава Протаса сначала задержали Но суд отпустил его под залог в 400 тысяч гривен Что произошло на самом деле Главный санврач Рассказывать не хочет Зато настроение адвокатов на подъеме И чем бы это дело не закончилось Понятно одно Санитарно-эпидемиологическая служба Это место, где, как говорят, плодят рыбу в мутной воде Те, что двери мают быть вот такой ширины Те, что туалет мае быть вот такой высоты Справдя, тогда давала санслужба Все даются в соответствующие суммы Для того, чтобы там стоял підпис Бывший глава Минздрава приоткрывает за кулись И как обычно работали в санитарно-эпидемиологической службе Говорит, то, что заметили, это лишь капля в море Елена Щербан из Центра противодействия коррупции Вырисовывает паутину серых схем Санэпидемиологическая служба Это только вершина необъятного коррупционного айсберга Действие достаточно смешное по суммам То есть, ну, доходим до мизерных каких-то вещей Потому что мы знаем, какие там взятки Странное совпадение Главу санитарно-эпидемиологической службы задержали за день до того, как ее ликвидировали С 1 июля полномочия разделили между другими структурами Украина видела уже не одно шоу Под названием «Чиновники в наручниках» Вот, за якобы взятку задерживает руководителя службы занятости Кашубу Три месяца спустя суд восстановил его в должности А вот прямо на заседании правительства надевают наручники главе госслужбы Под чрезвычайным ситуациям Бачковскому и его заместителю Тоже как бы за взятки Шума было много, да только Бачковский по-прежнему на свободе И уже судят свидетелей по его делу Никого дома нет Теперь уже экс-чиновник живет под Киевом Вот его двухэтажный особняк Камеры видеонаблюдения, но его самого дома нет Адвокат говорит, у Бачковского только загранпаспорт забрали Где сейчас находится Сергей Бачковский? У него как-то передвижение по крайней фактической области свободы И не могу узнать Пока что большинство громких арестов это сериалы с хэппи-эндом Для действующих лиц Прокуратура уже заявила Недовольна тем, что суд выпустил главного санитарного врача на свободу Подает апелляцию Шоу продолжается Или все-таки борьба с коррупцией? Олег Решетняк, Марьяна Бурякова, Максим Чеблин, Владимир Самченко Подробности недели Телеканал Интер Ну а в столице с ночи субботы была перекрыта главная улица И даже палатки начали разворачивать И все из-за процесса над Айдаровцами Членами добровольческого батальона Прокуратура возбудила дело с формулировкой По подозрению в организации вооруженной банды Разбои, проникновении в жилище И похищении двух или более лиц И все это о событиях, которые происходили В самом начале вооруженного конфликта на Донбассе И вот теперь Вокруг этой истории так много вопросов Если есть за что сажать Почему раньше не посадили? По каким законам разбирать то, что происходило во время войны? По законам военного времени Но ведь у нас на Донбассе до сих пор Лишь антитеррористическая операция И как теперь отреагируют те, кто тоже были в добровольческих батальонах? Чем обернется дело Бати? Все эти дни разбиралась Ольга Теребинская Вот так выглядит сегодня Крещатик Возле Печерского райсуда Чистые тротуары, дорога не перекрыта А еще вчера здесь стояла огромная армейская палатка Вокруг нее сотни активистов требовали отменить арест Одного из основателей Айдара Валентина Лихолита с позывным Батя В плотном оцеплении полиции и спецназа Все началось еще в пятницу Военная прокуратура прямо с тренировочного полигона Привезла в суд Лихолита По версии следствия он организовал преступную группу Похищал людей и завладевал их имуществом Заявление об этом написали мэр Северодонецка И два его заместителя Сам Лихолит считает, дело шито белыми нитками Адвокаты доказывали до ночи Сколько они сделали помилок Так быстро шили эти дела Что все были написаны под копирку Прокуроры требовали арестовать Айдаровца Депутаты просили взять его на поруки Судья отказала После этого Печерский суд стал похож на неприступную крепость Сюда начали подтягиваться бывшие бойцы добровольческих батальонов У здания суда разложились шины Появилась палатка Так прошла ночь Мы будем проводить с ними разъясненную работу Это не совсем способ для, скажем так, для решения проблемы Тем паче с судом Защита Айдаровца подала апелляцию Вместо пяти дней суд соглашается рассмотреть дело неотложно Но вот проблема Не находят третьего судью Есть два варианта Первый вариант, который мы сейчас пробуем реализовать Это подача апелляции защиту И ждем, если это не станет Есть другой вариант Прокуратура в праве заявить новое хлопотание Про смену запобежного захода Який должен быть невидкладно рассмотрен Черговым следователем суда и Печерского суда Дело не сдвинулось с мертвой точки, пока не приехал генпрокурор Прямо из аэропорта был в командировке Прокуратура поддерживает Клопотание защиту Про смену запобежного защиту на особистую право Луценко заявляет Проблему бойцов АТО сначала должны решить в парламенте Принять отдельный закон Как судить тех, кто действовал в условиях войны Я еще был в парламенте Мы провели в первом читании закон Я извиняю всех, кто воевал От ответственности за вкойные правопрорушения Кроме убийства, взвалтывания И против особей Я подавился твою справу Мне главное было одно Самое главное в твоей справе Чи не было будь-яких насилия до членов семьи Суд начался только около 9 вечера Час заседания Ильихалит на свободе Выходит из здания суда под аплодисменты Станет ли этот случай последним? Вопрос волнует тех, кто уже прошел войну И кто сейчас на фронте И как могут состыковаться законы мирного времени И боевые условия Военнослужащие находятся практически вне правового поля Любой солдат, который сейчас находится на первой линии обороны Любой выстрел Он может попасть под уголовное преследование Как незаконное применение оружия Сейчас многие говорят об амнистии Мол ее нужно провести в отношении всех бойцов АТО Чтобы не защищаться самому из того, что защищал Родину Этот случай не первый и не последний Просто большинство остаются в тени Военные трибуналы когда-то отменили Но ничего нового не придумали И пока это так, истории будут повторяться Ольга Теребинская, Павлина Василенко, Никита Исайко Подробности телеканал Интер Несмотря на освобождение Бати, сегодня на Майдан пришли бывшие бойцы АТО Требуют освободить из СИЗО на время следствия всех задержанных добровольцев Выйти на митинг призвали накануне Через Фейсбук, правда, откликнулось всего около полусотни человек Конкретные фамилии не звучали, впрочем, как и точное количество Тех, кто воевал когда-то, а сейчас последствия И еще одно дело, связанное с добровольческими батальонами Дело правого сектора Оно началось еще, помните, год назад Мукачево, была перестрелка Пострадали тогда 14 человек, погибли трое Масштаб происходящего поражал Выстрелами из гранатометов и пулеметов Тогда уничтожили три милицейские машины Но многие участники этой истории до сих пор Практически год прошел Только лишь в розыске Вот почему преступление осталось без наказания Елена Зорин знает Гранатометы, БТРы, вертолеты, погони, перестрелки, раненые и убитые Ничего не предущало беды Боевые действия там, где их не должно быть В тысячи километров от Донбасса в Закарпатском Мукачеве На самом деле война нарочивает героев Но война и нарочивает не гитмики Один из популярных спортивных клубов города Именно здесь начался настоящий Мукачевский боевик с оружием, стрельбой, дымовыми шашками и первой кровью Что же это было? Теракт? Бандитские разборки ради передела контрабандных потоков? Или власти? А может подготовленный и разыгранный сценарий? Следствие не ответило до сих пор Версия про контрабанду это очень спрощенная версия Найбільше у меня вопрос к правоохранцам Я, честно говоря, не верю Что эти правоохранцы могли бы затримать тот правильный сектор Надо было просто сделать большой скандал Проехать из Ужгорода до Мукачева Отголоски того скандала слышны даже сегодня Ведь в истории немало громких имен Как минимум двое персонажей с депутатскими значками Которых в Закарпатье называют хозяевами региона Михаил Ланё И Виктор Балога Что они не поделили? Влияние в регионе или бизнес? У каждого своя версия Тем более, что во все это оказался замешан и правый сектор Который участвовал в перестрелке Это была приватная армия Виктора Ивановича Балога Машинки сегодня нашиты, яких хочет Тем больше, что никто это не перемиряет Сам Балога встречается с нами в центре Теперь уже мирного Мукачева От финансирования правого сектора открещивается Отрицает и конфликт с Ланё Абсолютно нет, что делить Мне кажется, что не правый сектор Представники Не пан Ланё не розумел, в что они втягиваются Буквально окраином Укачево Село Ключарки Именно здесь живет нардеп Михаил Ланё Дом 300 квадратных метров По закарпатским меркам, говорят, не дворец Но он единственный здесь, где на воротах есть видеокамера Село, где теперь отстраивается местная элита Соседи здесь и чиновники, и бандиты Нет Ланё и в спортивном клубе, где у него офисы, где, собственно, была перестрелка По информации наших источников, нардеп за границей в солнечной Хорватии Хотя у депутатов по плану работа с избирателями Парадоксально, но на наш вопрос является ли Ланё и Балога фигурантами дела Генпрокуратура ответила Тайна следствия Ещё что удивляет, депутата Ланё вызвали на допрос только однажды Балога утверждает, его не допрашивали ни разу Но самая загадочная в этой истории Судьба бойцов правого сектора В лесах под Мукачево бойцы скрывались 12 дней Практически каждый местный житель знает эти трупы как свои пять пальцев Куда же они вывели участников перестрелки Даже спустя год чёткого ответа нет Школьники Дима и Рома показывают тайные лесные тропы Кто-то скрылся за границей, кто-то погиб Их родственники предпочитают молчать, бояться за свою жизнь Вот дом семьи Руслана Игнатолия, одного из первых погибших Генеральная прокуратура уже год расследует это дело До сих пор пазл не сложился Главный подозреваемый, комбат честный, он же Роман Стойко Сам рассказывал, что воюет на Донбассе Но его видели в Киеве, когда вооружённые люди захватывали отель Казацкий Правый сектор от честного открестился По разным данным, трое или пятеро участников погибли в зоне АТО Ещё четверо ждут суда в СИЗО За этот год, пока мы в неволе, у нас много больше спільных фотографий, где я, он и клетка Галина, жена Владимира Бурчика, который сейчас арестован Уси мои заявки на побачи, ещё начинаючи из прошлого года, просто залишаются без відповедей Александр – ещё один фигурант мукачевского дела Наразі я уже месяц террорист и злочинец Запоздавшее обвинение считают абсурдным Почему его выдвинули спустя почти год? Вопрос без ответа Не мы это начали Нас дуже-дуже гарно ввели навколо пальцем Я вижу тут дві зацікавлені сторони Це організованная злочинність і правоохоронні органи Суд по мукачевскому делу начнётся уже в ближайшее время Но найдут ли главных подозреваемых и зачинщиков перестрелки И какую роль отведут политике и политикам, которые были замешаны Пока для следователя эта тема остаётся неудобной Елена Зурина, Марьяна Бурякова и Вадим Сверидонов Подробности недели в телеканал Интер Обратный процесс Хотели как лучше, а получилось Да-да, как всегда Это я о законе Савченко, по которому на свободу должны выйти 6 тысяч заключённых По нему день СИЗО засчитывается за два дня в тюрьме Закон действует всего полгода, а уже около ста человек снова оказались за решёткой Были выпущены по этому закону и теперь снова в местах не столь отдалённых Зато на свободе, вот только с чистой совестью, почти все фигуранты громких дел Как живут те, кого освободили Ярослав Кречко Двойное убийство в Винницкой области Изнасилование 19-летней девушки в Киеве Смертельная поножовщина в Днепре Все эти преступления объединяет одно Их совершили те, кто вышел на свободу по закону Савченко Когда день в СИЗО засчитывается за два Два месяца назад Цифры, которые шокируют Закон действует полгода, а 80 вышедших на свободу уже снова оказались за решёткой Только по Киеву 55 человек Это как раз те сами рецидивисты Значительная часть из которых провела на свободе не больше двух недель Тюремные сроки пересчитали 46 тысячам заключённых Шесть с половиной уже на свободе Закон Савченко позволил дышать воздухом свободы не только уголовникам, но и ВИП-заключённым Андрей Слюсарчук, знаменитый доктор Пи Вышел из колонии на прошлой неделе Тот самый, который поразил страну, обыграв компьютерную программу в шахматы И тот самый, которого обвинили в мошенничестве и убийстве Теперь он спокойно гуляет по Крещатику В этом особняке живёт один из первых тюремных выпускников Виктор Лозинский Он застрелил человека просто за то, что тот якобы зашёл в его владение Чем занимается бывший депутат? Соседи рассказывают неохотно Какие-то соревнования организовывает, военным помогает В своём имении появляется редко Живёт такой жизнь, как и жив раньше Ну спокойнейший, такой равноважный Раньше, когда он был депутатом, был одним, а сейчас... Ну сейчас, ну как человек Игорь Зварич, прославившийся судья-колядник Ведёт такую же тихую и непубличную жизнь, как и Лозинский Тихо живёт в своей львовской квартире Судейский молоток Зварич сменил на писательскую ручку Выдаёт на гора уже третью книгу Банановое правосудие Украины Но не все бывшие заключённые избегают общества После выхода Игоря Завадского на свободу не прошло и трёх недель А он уже снова на сцене Но в отличие от других точков или аккоррелиниста Пока не поставлено И концертный зал ему ещё не раз придётся поменять на другой Для судебных заседаний Завадскому за подозрение в педофилии дали 13 лет По закону Савченко срок уменьшили почти на 4 года Сейчас аккордианиста выпустили на поруки Закон Савченко, он по большому счёту даёт надежду тем, которые без суда и следствия томятся в СИЗО, как я там, больше 4 лет, без приговора В нём сложно узнать бывшего заключённого Загар, два охранника Александра Шахова считают организатором самой громкой строительной аферы Элита Центр Теперь он под домашним арестом исправно ходит в суд По закону Савченко я всё это сидел уже, всё То есть сидеть я больше не буду ни дня Это он может не сомневаться Я обокрал столько людей, столько семей, поставил на колени И нормально он сидеть не будет Закон Савченко, ну не знаю, может быть можно его отменить уже Поменять закон уже требует и Минюст, и МВД Сама же Савченко, одна из соавторов, отказываться от своего дечища не собирается Закон правильный, абсолютно поверить Да, и в нашей системе в мире есть за распокойся Закон скорее не разгрузил СИЗО, а наоборот Заключённые стремятся подольше находиться в изоляторах, говорят правозащитники Но главная опасность в один момент на свободе оказались тысячи насильников и убийц По амнистии тоже одномоментно выходят несколько тысяч бывших осуждённых И только 5-6% из них, но совершают преступления Частина, те, которые могут выправиться в местах позволения воли А частина, это те, которые должны быть изолюваны И вот те, которые должны быть изолюваны, они сегодня вышли Процедив будет близко 20-25% Какой эта уголовная арифметика окажется на этот раз? Ещё тот вопрос, по сути, это эксперимент, итог которого непредсказуем Пока что на свободу вышел только каждый седьмой заключённый, который подпадает под закон Савченко Ярослав Кречко, Галина Якушко, Наталья Неделька, Василий Миновщиков Подробности недели, телеканал Интер Закон Савченко в итоге хотят скорректировать Об этом заявил на уходящей неделе министр внутренних дел Арсен Аваков Мол, вместе с коллегой, министром юстиции, подали предложение об этом Верховную Раду Закон не должен распространяться на тех, кто осуждён за тяжкие преступления и на рецидивистов Но оперативность, конечно, редкая, когда закон вот-вот должен был вступить в силу Вот в этой студии, в моём эфире, в подробностях недели Борислав Берёза стоял вот здесь вот рядышком и просто криком кричал Мол, мы с Игорем Луценко внесли поправку, аналогичную, кстати, но она так долго лежит под сукном Рада тогда за поправку Берёзы не проголосовала, но вот интересно Успеет ли проголосовать за поправку Авакова-Петренко? Учитывая, что работать парламенту осталось всего ничего, меньше двух недель Ну а дальше, дальше длинные каникулы Ну и разговор на эту тему продолжим с ещё одним гостем Юрий Бойко подъехал к нам в студию Вечер добрый, проходите, пожалуйста Юрий Анатольевич, ну вопрос к вам тот, который наши зрители себе всю неделю задают Когда смотрят за политикой, за этими вот бесконечными спорами А справедливо ли депутатам уходить на каникулы? Заработали ли они отпуск к себе? Ну не секрет, что последние несколько месяцев особенно парламент работает крайне неэффективно Потому что за сессионную неделю принимается от 10 до 15 законов и постановлений Верховной Рады Это вообще ничего И в первую очередь это, конечно, позиция руководства парламента Которая уделяет основное внимание каким-то политическим и декларативным вопросам И практически не понимает, что парламент должен иметь позицию по ключевым, нужным и важным для людей проблемам И вот ситуация с тарифом, и это показывает очень ярко Это уже вопрос не экономический, а политический И парламент должен проявить себя и показать, что он на стороне людей Он должен как-то поддержать их Но со стороны руководства парламента Вот намерение о том, чтобы ответить как-то людям на эти животрепещущие для них вопросы, этого нет Вы знаете, ощущение, что и со стороны ваших коллег нет особого желания работать Потому что как не включишь картинку, вот идет прямая трансляция, канал Рада Тогда, когда есть сессионные дни, сессионные заседания, зал полупустой В эти две недели наберется необходимое количество голосов, хотя бы чтобы сессию открыть? Я не думаю, что будет увеличена явка Наверное, наберется, естественно, количество голосов для того, чтобы открыть сессию Но с учетом того, какая повестка дня абсолютно пустая предлагается Тоже можно объяснить низкую явку парламентариям Они не видят, что их работа приносит какой-то конечный результат На позиции нашей фракции, что за эти две недели, которые остались до отпуска Нужно принять по приоритетности несколько законов, которые помогут людям выжить в этой сложной ситуации В первую очередь, это закон 3793, который в условиях получения бюджетом дополнительных средств от инфляции Позволяет направить эти средства на выплату социальной Выплаты на увеличение пенсии, увеличение зарплат бюджетникам И это не популизм, это по закону то, что получил бюджет дополнительно от инфляции От падения уровня национальной валюты И еще несколько законов, которые сегодня, на наш взгляд, критичны В условиях резкого обнищения людей и тяжелого состояния в экономике Ну вот смотрите, ровно год назад, это 1 июля было мне Распечатали даже эти бумаги, вы в парламенте зарегистрировали законопроект по децентрализации Ну вот год прошел, не завершили работу по внесению поправок в Конституцию В повестке дня Рады, может этот вопрос снова появиться? Есть ли вероятность 300 голосов? Это должно быть, поскольку законопроект, о котором вы сказали Он открывает возможность урегулирования военного конфликта на Донбассе При том, что к самой децентрализации было очень много вопросов разного рода И о роли префектов, и о том, как будет реально проходить децентрализация Тем не менее, мы этот законопроект поддержали, исходя из того, что он открывал дорогу для урегулирования конфликта Сегодня партия войны в парламенте чрезвычайно сильна И мы видим, что она будет блокировать подобные инициативы Любые причем, даже нет, а любые инициативы, которые как-то направлены на мирное дипломатичное урегулирование конфликта Юрий Анатольевич, ну вот чтобы поставить точку, всего две недели рабочие осталось Были большие надежды на это полугодие, ну практически уже там коллеги ваши на чемоданах А с каким настроением они уедут? Вот даже если там отрешиться от того, что кто-то был в зале, кто-то не был Кто-то во Францию уезжал на футбол, кто-то дисциплинированно ходил на заседания Люди сами понимают, что, ну, мягко говоря, те, кто нас сейчас смотрит, считают, что они не просто каникулы не заслужили Что они отпускные не заслужили Сегодняшний парламент неэффективен, это видно всем людям И куда я не приеду на встречу, первый вопрос, это, естественно, экономика, тарифы, цены А второй вопрос, давайте хоть запрем двери и пусть они там находятся И пока не примут законы, не уезжают никуда и не уходят из здания Это, на самом деле, это мнение людей, это то, что говорят простые люди, оценивая работу парламента Я считаю, что сегодняшний парламент войдет, наверное, в историю страны, как самый неэффективный и нерезультативный парламент в истории нашей страны Понятно, спасибо, будем на этом ставить точку Юрий Бойко был на студии, но говорили мы о том, что осталось всего две недели рабочего этого парламента Что за них можно успеть и что намеренно успеть? И давайте сменим тему далее от политики к тому, что просто сейчас происходит В Багдаде в эти минуты продолжаются спасательные работы и в сводках о количестве пострадавших Вот каждый раз меняются цифры, каждый час Последние данные, 172 погибших и несколько сотен раненых Сегодня ночью там прогремело два взрыва Первый в центре Багдада, где люди совершали покупки для празднования Армадана Бомба находилась в грузовике, взрывной волной повредила, по крайней мере, 4 соседних дома Второе устройство сработало на рынке, ИГИЛ уже взял на себя ответственность за случившееся Ну и Рак-то понятно, а вот Турция, Турция тоже становится горячей точкой Страна, которую мы с вами привыкли воспринимать исключительно как место для беззаботного отдыха Да еще и отдыха по системе All-Inclusive Теперь она все чаще направление для туризма экстремального Потому что за один только прошлый год во время взрывов погибли, ну только вдумайтесь, 250 человек И если раньше опасной зоной в Турции были в основном приграничные районы Ну, к примеру, те, что расположены рядом с Сирией То теперь волна опасности накрывает самые популярные у туристов города, тот же Стамбул Хроника терактов, словно карта боевых действий Июль прошлого года Суроч, небольшой южный городок, смертник подорвал себя 34 человека были убиты, стоп, страдали Октябрь 2015, теперь уже столица, Анкара Два взрыва, это уже на митинге, 103 человека тогда погибли Полтысячи были ранены Там же, в Анкаре, но уже в феврале этого года Еще 29 убитых и 34 раненых Взлетел на воздух заминированный автомобиль В самом центре города, недалеко от парламента и генштаба армии И через месяц на автобусной остановке 34 человека убиты, 120 пострадали, новый взрыв А самым опасным городом Турции теперь становится Стамбул Только за этот год, вдумайтесь, 4 теракта В январе террорист смертник подорвал себя рядом с автобусной остановкой 11 человек были тогда убиты, 16 ранены В марте две женщины бросили гранаты в проезжающий полицейский автобус Четверо погибших, 19 пострадавших Совсем недавно, начало июня И снова взрыв рядом с автобусом, со спецназом 11 убитых, 36 раненых И вот уже 28 июня, событие о котором все говорили Стамбульский аэропорт Ататюр Самое оживленное место на входе, выходе и парковке Прогремели сразу три взрыва А почерк тот же террористы-смертники И последние новости из Турции мы узнаем у нашего спецкора Вениамина Трубачева Вениамин, вечер добрый Какова сейчас ситуация в Стамбуле Вот можно ли спокойно ходить по городу Или еще сохраняются усиленные меры безопасности Дмитрий, сейчас аэропорт в Стамбуле работает в обычном режиме Самолет вылетает по расписанию Я сейчас нахожусь у входа в терминал, где произошли теракты Конечно, последствия взрыва еще видны Есть разбитые окна на стенах следы от пуль Но сотрудники аэропорта обещают, что в ближайшее время все восстановят Здесь сейчас усилены меры безопасности На входе установлены рамки металлодетектора Они, конечно, были и до терактов Но сейчас проверки очень внимательные Осматривают буквально каждую сумку Выборочно полицейские проверяют документы Здесь много вооруженных сотрудников спецслужбы Кинологи с собаками Вот жители Стамбула говорят, что полиции заметно больше на улицах, чем до теракта Накануне сюда в аэропорт приехал и президент страны Реджеп Таипердаган Он возложил цветы на месте теракта И пообщался с сотрудниками аэропорта, которые были свидетелями взрывов Сейчас в больницах остается больше ста пострадавших Есть и печальные новости Умер еще один раненый Таким образом количество погибших возросло до 45 человек Кто организовал эти взрывы И насколько сейчас безопасно находиться в Турции Предлагаю посмотреть об этом мой репортаж Раненые и убитые повсюду Эти кадры сняты сразу после теракта У стоек регистрации, в зоне прилета и на улице лежат люди Врачи пытаются спасти выживших После атаки террористов аэропорт закрывают Мы вылетаем из Киева одним из первых рейсов сразу же после теракта До конца было непонятно, смогут ли посадить наш самолет Несмотря на теракты в аэропорту самолет, который летит из Киева в Стамбул практически полностью заполнен Есть только несколько свободных мест Люди, конечно, говорят, что напуганы и опасаются повторных взрывов Но многие пассажиры из-за этого решили свои планы не менять Мы приземляемся в Стамбульском аэропорту вовремя Его закрывали всего на несколько часов После посадки первое, что бросается в глаза Много вооруженных людей Полицейские и спецслужбы, кажется, повсюду Они еще осматривают терминал Этот человек, говорит, выжил чудом Я работаю в аэропорту Я услышал взрыв, а затем увидел, как вокруг разбросаны разные части тел Это был шок Вокруг много разбитого стекла Дыры от пуль Видны еще следы крови Рабочие их убирают прямо на глазах у пассажиров Теракты произошли во вторник вечером В это время как раз должны были вылетать рейсы в Киев и Одессу Поэтому в терминале находилось много украинцев Трое из них получили ранения Одесситка Лариса Цибакова погибла Всех раненых украинцев уже выписали Но в больницах еще остаются больше ста пострадавших Некоторые в тяжелом состоянии Рассказывает украинка Инна Она работает в частной клинике Какого характера в основном ранения? В основном огнестрельного Следователям уже удалось восстановить маршрут террористов Жили они в самом Стамбуле В обычной квартире Вероятно там и изготовили самодельные взрывные устройства В день терактов Смертники просто вышли на улицу Словили обычное такси И поехали в аэропорт Водитель даже не подозревал Кого он везет У террористов было несколько сумок Ухода в терминал Они выгрузили вещи Расплатились И уже через несколько минут Начали стрелять по полицейским Сотрудникам аэропорта И пассажирам Затем каждый из них Себя взорвал Двое террористов оказались гражданами России Их имена Раким Булгаров И Вадим Османов Третьего смертника пока не установили Организатор взрывов Чеченец Ахмед Чатаев Все они по версии турецких властей Состояли в рядах Исламского государства Турция стала мишенью самых жестоких террористических групп Это вызов Терракт серьезно ударил по туристическому бизнесу В магазинах полки ломятся от сладостей Но главных покупателей Иностранцев здесь немного Сувенирные лавки тоже пустуют Сейчас везде пусто Но мы ждем туристов В туристических автобусах полно свободных мест Попасть в музеи и мечети можно как никогда без очереди Она украинка, он американец Сейчас отдыхают в Турции В конце концов бывает по-разному И мне гарантия, что в другой стране мира Такое не случится Кафе и рестораны терпят убытки Некоторые вообще закрылись Этот менеджер говорит Его отель на грани банкротства Обычно в это время наш отель полностью заполнен Но сейчас постояльцев только 30% Чтобы обезопасить себя от новых взрывов Турецкие власти дают простые рекомендации Не участвовать в массовых мероприятиях И ограничить поездки в общественном транспорте И Ливания из Крыма Учится в Турции Говорит, теракты в последнее время стали регулярными Конечно, я опасаюсь Немного страшно Сажусь в метробус Как вы, крестьяне перекрещиваетесь А я по-своему говорю Бесмиля Рахмани Рахим Ну вот кого теракты не пугают Так это украинских туристов За пресловутым all-inclusive Они готовы ехать хоть куда От путевок не отказываются Наоборот, спрос растет Учитывая снижение цен на Турцию 10-15% в этом сезоне По сравнению с прошлым годом Привлекательность Турции выросла для туристов В турецких магазинах огромные скидки Даже на дорогие вещи Люди напуганы, что уже ничего не смогут продать Поэтому тут можно очень хорошие вещи дешево забрать Из Киева рейсы в Турцию По несколько раз в день Самолеты заполнены Вообще-то страшно Если там безопасность такая не особо Но вообще-то Полетите Выбора нет Еду не могу Да, вот у меня душа не на месте Но Средиземное море И все включено Приманка, которой не могут помешать даже теракты Те же, кто летит в Стамбул Точно увидят их последствия Прямо в терминале открыли мемориал Установили портреты погибших Люди и сегодня несут сюда цветы Вениамин Трубачев Александр Данилов Ольга Клюева Ирина Дяченко Подробности недели Телеканал Интер Стамбул Турция День независимости С непредсказуемым итогом Каких новостей ждать теперь от Брекзита? Флот прошлого или флот будущего? Когда у военно-морских сил появятся новые корабли? День независимости День независимости С непредсказуемым итогом Каких новостей ждать теперь от Брекзита? Флот прошлого или флот будущего? Когда у военно-морских сил появятся новые корабли? Вечер добрый Это подробности недели Вторая часть программы Я Дмитрий Анопченко Возвращаемся в эфир И начнем с вопроса Ответ на который Так многие из нас хотели бы знать Когда уже сможем в Евросоюз без виз ездить? Мол, Брекзит нам с вами ничего не испортил? По этому поводу есть официальные новости Отмену визового режима для Украины Брюссель рассмотрит осенью В рамках специальной встречи Тогда же Обсудят и зону свободной торговли с Украиной Это по сути один из итогов переговоров в Брюсселе С первыми лицами ЕС Президента Украины Петра Порошенко А вот о чем еще шла речь И каких новостей ждать от недели следующей Мы расспросили человека Который много лет представлял Украину в ЕС Константина Елисеева По-перше, если говорить про мини-саммит, который уже происходил Как бы вы сформулировали главный подсумок? Передусім, он имел символичное значение Как раз после известного референдума по Брекзиту Для нас было принципово важливо отчути Чи действительно Украина остается На порядок денном Преоритетах порядка денного деятельности Европейского Союза И на это первое запитание Мы получили позитивный ответ Действительно, несмотря на то, что происходит Те турбулентные процессы в середине ЕС После Брекзиту Украина продолжает остаться в радарах политики Европейского Союза И мы получили уверенность Что такие важные для Украины Как безвизовый режим Набутие чинности угоди про асоциацию Питание надания макрофинансовой помощи Это те вопросы, которые должны быть незабаром В решении с боку Европейского Союза По безвизовому мы тоже получили обещания По безвизовому мы получили ключевое Что ЕС еще раз подтвердил Что Украина выполнила все обязательства В соответствии к плану древизовой либерализации И они честно признали, что теперь мяч на стороне Европейского Союза Если говорить о том, что все сейчас ждут Визит секретаря Керри Чего следует ждать? Какими меседжами он едет? И какие меседжи готовят тут, в Киеве? Передусім, визит Керри Это долгоочекованный визит И он, по сути, будет Являться подсумком Активного диалога Який склався останнім часом Между Украиной и США И плюс символ его полягает в том Что этот визит будет Как раз напередодні саммиту НАТО И напередодні заседанья Украина-НАТО И тому логично мы обговорим Как великий комплекс питаний Досторонних відносин Так и питань глобального безпеки Регионального безпеки Звучайно, питание співпрации Украина-НАТО Питание реформования Збройных сил Питание имплементации Минских домовленостей Все эти питания будут На порядок денного диалога Что за встреч президентов Обама и Порошенко Яку анонсовала Торіану Вон, когда приезжали сюда до Киева Это уже подтверждено? Это уже есть в программе? Это уже будет? Это уже будет? Сейчас программа Визита президента до Варшавы Доозгоджуется, доопрацовуется Этот визит Визит президента Украины До Варшавы С 8 по 9 липня И наразе в графику Ми передбачаемо час Для проведения двостороннього Зустрічі між президентом Украины И президентом США Просто, чтобы поставить Крапку останні запитания Я правильно понимаю Что саме наступный тиждень Через визиты Через приезды Через визит президента Через саммит НАТО Будет таким тиждом Який принесе И много новин для преси И много каких-то решений Для самого государства Звичайно Ми активно готуємося Ну, передусім До саммиту НАТО Тому що, дійсно Особливістю його те Що Україна Це буде єдиний партнер НАТО З якою відбудеться Саме зусіч на рівні Глав держав і урядів Крім України Більше зодною країною Партнером саммітів не буде Під час 8-9 липня Це по-перше По-друге Ми очікуємо на низку важливих рішень Це передусім Буде ухвалено Пакет допомоги Так званий Комплексний пакет допомоги Україні на реформування Збройних сил І, звичайно Ми зараз працюємо Над підготовкою Я би сказав Потужною Двусторонньою Декларацією Лідерів НАТО І України Де ми підсумуємо Нашу співпрацю З моменту самміту НАТО Який відбувся в Ельсі Підсумуємо Питання Пов'язані з регіональну політику І, звичайно Питання пов'язані з реформуванням Внутрішнім реформуванням України Зокрема З оборонною реформою Дякую за роз'яснення І будемо всі тоді разом чекати Вже наступного тижня Щиро дякую Поводом для опасений Мол, теперь Европе Может быть не до нас Был, конечно же, злосчастный Брэкзит Который только ленивый За это время не прокомментировал Но до последнего молчала королева А ведь мнение Ее Величества Выскажи она его Или даже намекни Могло не просто повлиять Могло решить судьбу референдума Она ведь и формальный глава государства И человек, которого в Британии Традиционно очень любит Вот только сейчас королева Прервала затянувшееся молчание Похоже, Елизавета II И дальше ничего не комментировала бы Но она была обязана Открыть сессию шотландского парламента Ну, а значит, ее речь ждали Королева была дипломатична Лишь подчеркнула необходимость Оставаться спокойными и собранными Во времена столь быстрых изменений И хотя раньше британская пресса Даже Daily Mail Ссылаясь на источники во дворце Писала, что ее величество за Брэкзит По лицу монаршей особой Нельзя было понять А вот что она на самом деле думает Но волноваться ее величеству Все-таки есть о чем Ведь ее собственная страна Которой она так много лет руководит Может развалиться Раскатиться, как бочки С шотландским виски Дело в том, что Шотландия очень серьезно думает О выходе из страны О присоединении к Европейскому Союзу В Шотландии этот вопрос и обсуждается И уже к референдуму многие призывают готовиться О том, как все-таки настроены шотландцы И последуют ли какие-либо другие части Великобритании И к примеру Светлана Чернецкая Как раз оттуда, из Шотландии Ровными стежками клетка к клетке Здесь создают известную на весь мир шотландку Материал, произведенный на этих станках Закупают легендарные дизайнеры Ральф Лорен, Жан-Поль Готье Вивьен Вайспут и Дом моды Диор А в костюмах в крупную клетку Щеголяют модники по всему миру Четко и без сбоев Работала эта шотландская фабрика До роковой пятницы 24-го Когда оказалось, что британцы Решили выйти из Евросоюза Последствия референдума Серьезная угроза для нашего бизнеса Мы не знаем, что будет дальше Сможем ли мы вообще выжить в новых условиях Которые повлечет за собой Брекзит Почти половину продукции Здесь отправляют на экспорт Все технические новинки закупают В Германии и Австрии Без таможенных сборов Нынешние условия сотрудничества с ЕС Выгодны обеим сторонам Зачем рушить эти отношения Каким-то Брекзитом не понимает И в индустрии виски Продажа этого культового крепкого напитка в Европу Приносит миллиардные доходы Что будет, если из-за предательства Британии Европейцы перейдут на американские Или японские виски Мы ведем активные переговоры С правительством Шотландии Ездим в Лондон, а также активно работаем В Брюсселе Мы всегда заявляли, что хотим остаться в Евросоюзе Сделано в Великобритании Шотландские виски, лосось, говядина и овечья шерсть Английская соль, устрица, сыр и даже ревень Вольское вино и баранина Всего 75 наименований британских продуктов Защищены от пиратства европейскими законами То есть, например, никто кроме шотландцев Не может продавать в ЕС такие пирожки И называть их шотландскими Для местных производителей Более чем выгодные условия для экспорта И огромный рынок потребителей Который сейчас ускользает из рук Развод с Европой особенно больно ударит По здешним фермерам Они получают внушительные деньги из Брюсселя В виде субсидий До 30 тысяч фунтов в год на ферму Зачем же кусать руку дающего Недоумевает Иен Кэмпбелл Его семья владеет 20 фермами в Шотландии Выращивают овец и буков Но самые прибыльные – куры Ежедневно эти несушки дают около миллиона яиц Ферма является лидером производства в Британии И хорошо известна в Европе Всю упаковку для яиц, технику для содержания курмы Покупаем в ЕС И за ночь из-за обвала фунта Это все подорожало на 15% Но еще больше беспокоит то Что 60% моих работников – выходцы из Восточной Европы Они все боятся, что их отправят домой Для меня это тоже обернется настоящей катастрофой Иен предполагает – дальше будет только хуже Производство станет дороже, а значит неизбежно повышение цен То есть в проигрыше сами британцы, которым придется платить за эти яйца, как за золотые Шотландия проголосовала за то, чтобы остаться членом ЕС За высказались 62% местных жителей Но население региона всего 5 миллионов человек Тогда как в Англии 65 миллионов Гордые и свободолюбивые шотландцы с такой несправедливостью смириться не могут Поэтому в обход правительства страны в Брюссель срочно отправляется глава местного правительства Я ищу любую возможность, чтобы выполнить волю шотландцев, которые проголосовали за то, чтобы остаться в Евросоюзе И вполне вероятно, что независимость – единственный способ это сделать Точно так же против воли из ЕС заставляют уйти британскую заморскую территорию Гибралтар Несмотря на то, что 96% местных жителей высказались за то, чтобы остаться Теперь Испания предлагает гибралтарцам и европейский паспорт, и доступ к общему рынку Самая лучшая формула, на мой взгляд, представляет собой переходный период совместного суверенитета с двумя флагами То есть предоставить жителям два гражданства – британское и испанское, чтобы у них остался доступ к ЕС Вслед за Шотландией и Гибралтаром Соединенное Королевство может покинуть и Северная Ирландия На референдуме здесь тоже высказались за Евросоюз Так что не исключено, что вскоре произойдет еще одно историческое событие – воссоединение Ирландии Джон родился и всю жизнь прожил в Лондоне С британским паспортом он исколесил всю Европу, и отдыхая, и по работе владеет двумя столичными пабами И теперь, чтобы не потерять статус гражданина ЕС, срочно собирается подавать документы на ирландский паспорт Мои родители ирландцы, и этот паспорт очень упростит жизнь после Брекзита Я останусь европейцем, смогу свободно путешествовать, независимо от того, как изменится жизнь в Британии и в последующие годы Получить ирландский паспорт могут почти 6 миллионов британцев, это 10% населения В ирландских паспортных столах уже в разы увеличился поток посетителей Так что главной строчкой в списке потерь Соединенного Королевства станут сами люди Миллионы тех, кто не захотел мириться с Брекзитом и любым путем останется в Евросоюзе Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности недели, Британское бюро телеканала Интер Ну а что нам бояться какого-то Брекзита, если все испортить способны не британцы, а депутаты Да, наши собственные отечественные, не будет реформ, которых ждет от нас Европа То, что на выход Великобритании, к счастью, не повлияло, наши политики вполне могут профукать Все ждут одних результатов, а работать нардепам осталось всего ничего, две недели И если еще вычесть два дня на согласительные советы, так сказать, на планирование Да еще вычесть две пятницы, дни правительства, которые большинство депутатов прогуливают То на обсуждение и голосование остается, можно на пальцах пересчитать, всего шесть дней Да и в течение года парламентарии трудоголизмом не отличались Ну вот, посмотрите, с начала года и до летних каникул Из почти двухсот дней непосредственно на работу в зале у депутатов всего 53 дня Ну оцените трудолюбие Официальных выходных с начала года у услуг народа было аж 66 А остальное время, так называемая, работа в комитетах и с избирателями Еще в округах, ну давайте быть откровенными Многие в это время, если и находятся в округах, то в округах зарубежных Канавском там или Мальдивском С Юлей Тимошенко мы далее об этом поговорим Дайте связь, пожалуйста Да, Юлия Владимировна, вечер добрый Скажите, а на принятии каких решений вы будете наполягать в эти два останних пленарных тижня Тижни, которые остались до парламентских каникул? Завтра у нас погоджувальна рада и наступный тижний сессийный Перше, что будет делать партия Батьковщина и франция Батьковщина Мы будем наполягать на том, чтобы депутаты ни на какие каникулы просто не ходили Как можно идти на каникулы, когда страна доведена практически до крайней межи выживания? И если в этот период, когда у людей не хватает достойно готовить своих детей грошей Когда у людей не хватает финансовых ресурсов, ликовать своих летних батьков Просто жить У людей нет никакой копейки, чтобы поехать отдохнуть даже где-то по территории Украины И в этот период депутаты пойдут на каникулы? Это просто абсурдно Мы будем наполягать завтра в первую очередь, негайно, невидкладно Розглянуть три законопроекти, которые касаются цены на газ Вы знаете, что происходит в стране? По сути, тарифный геноцид У меня в руках сейчас остальные данные С момента, когда так называемые демократи в лапках пришли к владею в 2014 году В 9,5 рази зросла цена на газ для людей В 3 рази зросла вартость электроэнергии В 10,6 рази зросли тарифы на опаление И почти в 5 рази тарифы на горячую воду И что самое страшное, что они декларуют это как реформи Они декларуют, что это только начаток Что они и дальше будут саме так поводиться с людьми И поэтому наша ультимативная вимога завтра будет Негайно разглянути три законопроекти, которые снижают цены на газ А как наследие и все другие тарифы Ну, чекайте, а что будет, если завтра негайно, как вы говорите, не разглянуть эти законопроекти? Как действует? За моими позовами про незаконность установления таких цен на газ И тарифов на тепло и горячую воду Вже призначены судовые заседания на 25 и на 27 липня Мы будем боротися Мы знаем цену нашим судам Но мы не имеем права скласти руки И просто спостерегать за тем, как снижаются сегодня над украинцами Так званые демократи в лапках И поэтому боремся, как можем Згадайте, сколько мы боролися за отмену податков на пенсии Мы практически полтора года боролися Вносили законопроекти Блоковали парламент Наполягали на том, чтобы податок на пенсии был скасованный И слава Богу, мы все-таки добились результата Дякую Юлию Владимировну Тимушенку Была с нами на СДСКУ Ну, еще одна тема, о которой Коллеги, мне в центр к себе пройти Давайте так и сделаем Ну, еще одна тема, о которой должны все-таки помнить Политики Сегодня день военно-морских сил Вот Одесса стала центром празднования И на связи со студией у нас Андрей Анастасов Давайте с ним поговорим Андрей, есть связь с тобой, да? Ну, каким этот день для одесситов выдался? Торжества в Одессе начались рано утром Посмотреть на это яркое действие Сюда, на морской вокзал, пришли сотни одесситов И действительно, атмосфера была очень праздничной На причалах демонстрировалась боевая техника береговой обороны Рядом стояли украшенные флагами корабли, катера А в воздухе морские петли выписывали самолеты На празднование приехал министр обороны и президент Украины Здесь же Петр Порошенко, как верховный главнокомандующий Представил морякам их нового командующего Хочу оголосить про свое решение Призначити на посаду командующего Військово-морских сил, Збройных сил Украины Воронченко Игоря Александровича Военных моряков наградили медалями В первую очередь тех, кто героически проявил себя в зоне АТО Когда за наградами выходили бойцы, получившие ранения на костылях То люди аплодировали, просто не переставая Чувствовалось, что эти эмоции, эти благодарности абсолютно искренние Сегодня же на рейде Одесского морвокзала Военное руководство, а также ветераны Возложили венки в честь погибших моряков И вот как, собственно, этот обычай А также собственные традиции празднования дня военно-морских сил Описывают сами моряки Венки возлагаются в такие праздники в военно-морской флот Всем те, кто не вернулся в базу Ну а в семье соберутся, будут расспрашивать Опять смотреть старые фотографии молодости А в другой части Одессы, в новом жилом комплексе Морякам вручали ключи от квартир Квартир новоселами стали 16 семей Но в очереди еще сотни Сегодня президент заявил, в центре Одессы уже нашли два здания Из которых можно сделать общежитие для военных Гроши на модернизацию будинков Знайдены Решение в уряде погодено И я ставлю завдание, чтобы до конца года Цей комплекс работ был завершен Чтобы мы большинство военных моряков С кораблей переселили в гуртожники Вот так, если вкратце, прошло сегодня празднование дня Военно-морских сил в Одессе Дмитрий Да, Андрей, спасибо большое Понятно, что моряки мечтают Не только выходить в море на новых кораблях Мечтают они о таком корвете, как Владимир Великий Его строят в Николаеве уже не первый год Денег не хватает Стандартный ответ Вот Роман Бачкала как раз разбирался с ситуацией И даже вышел в море на одном из кораблей Очаков Одна из главных баз украинского флота Отсюда в открытое море Отправляется десантный корабль Кировоград Кировоград корабль с истории Не одна боевая операция в советское время 2014-й оккупация Крыма Стал новой точкой отчета для экипажа Присяга принимается один раз Если ты ее дал, ты должен, так сказать, держать свое слово Которое ты дал своей стране Это кадры двухгодичной давности Уже в оккупированном Крыму Нахимовцы исполняют гимн Украины Среди них и нынешние члены экипажа Для нас все было потрясение И особый стабиль Одесса, штаб ВМС, пока временный Здесь должен появиться постоянный Помещение выделили Только спустя два года выхода из Крыма Нужен капремонт Как и всему флоту Ведь, по сути, наш ВМС Это пока что флот старых советских кораблей Только представьте За 25 лет Украина смогла построить Только 4 новых Удалось сохранить 10 боевых суден В Крыму же остались 16 Сколько понадобится времени и денег Неизвестно Проект «Нептун» под грифом «Секретно» Его только строят Бронированные артиллерийские катера Уже проходят испытания Еще из нового На вооружение Недавно поступили 7 американских скоростных катеров Тип «Виллард» Скоро ожидается еще два И все за деньги США И вот мы в нейтральных водах Выходить в открытое плавание Говорят моряки Стали гораздо чаще Чем было в Крыму Стрельбы чаще Как положено, так сказать И кормежка улучшилась Когда у военного моряка Рождается сын Вот, он съедает Всего экипажа Пайку масло На корабле тревога Мишени готовы Начинается морской бой Вот наша каюта Верхняя полка Нижняя Здесь еще одна Почти как трое в лодке Не считая собаки У матросов Совсем все грустно Одна каюта На десятерых И здесь они Не только ночуют Когда корабль в море Здесь они живут Снимать жилье на берегу Непозволительная роскошь Этот тесный ящик И койка Все личное пространство Тем временем Россия наращивает Свое военное присутствие В Черном море Словно отвечая скептикам Которые считают Что Украина Обойдется и без флота Украинские же ВМС ждут Корвет Владимир Великий Его строят уже 7 лет Здесь в Николаеве На Черноморском судостроительном заводе И должен сойти на воду Владимир Великий На данный момент готовы Все блоки корпуса И большая часть настройки Согласно контракту С Минобороны Должны быть построены Четыре корвета Вот только финансирование Уже два года Как заморожено Каждый год мы получаем Оптимистический посыл О том что деньги будут Но проходит какое-то время Нам сообщают Что денег нет Здесь же в Николаеве Еще один корабельный долгострой Крейсер Украина Почти готовый И стоит ржавеет По нашим данным Этот корабль В планы ВМС Не входит Он для выхода в океан Для него нет даже причала Зато в Крыму Осталась почти половина Украинского флота И шансов ее вернуть Уже почти нет За нашими данными Корабли находятся в одном месте На них вывесены вывески Техника иностранного государства Так Но они их Зараз Выкористуют Как доноры Это означает Его постепенно разбирают На запчасти В Одессу Кировоград приходит С важной миссией По правилу Борься Как же знаешь Сегодня он получил Новое имя Олиференко В честь командира 73-го центра Морского спецназа Юрия Олиференко Погибшего Под Мариуполем Юра Он был Настоящим героем Понимаете Он был И является И был примером Для многих людей Название новое Но корабль старый Ему уже 46 Еще послужит Говорят моряки Но все понимают Таким Как сейчас Флот оставаться не может Без новых кораблей Не обойтись Ведь если У страны есть берег Его кто-то Должен защищать Роман Бачкала Владлен Ноль И Ирина Дьяченко Подробности недели Телеканал Интер И этот день Принес сообщение О еще одном взрыве Вот просто в эти минуты Полиция прочел свой Централ парк В Нью-Йорке Там мужчина Получил травмы ног Американский канал CBS Даже сообщает Что пострадавшему Может потребоваться Ампутация На одном из самых Посещаемых мест парки Ну кто был там Явно его помнит Около Больших Волунов Пострадавший отдыхал С двумя своими друзьями Когда раздался взрыв Полиция пока не сообщает Что именно Сдетонировало Но звук взрыва Был слышен Даже в двух кварталах От парка Ну и мы начали эту программу С разговора с премьер-министром Владимиром Гройсманом Месседжей было так много Что в рамках Короткого новостейного сюжета Их не поместить И вот сейчас Вы можете услышать И все Прямо сейчас Буквально через несколько секунд Эксклюзивное интервью С главой правительства Полная версия Так что не переключайте Ну а я пока заканчиваю эфир И этот материал Буду смотреть уже Вместе с вами По телевизору Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому